Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я бы хотел, знаете ли, посмотреть человека, который, разумеется, является, несомненно, гением GTA Sample, вообще всего вот этого, я не знаю, русского языка, отец русского мата, может быть, ещё там чего-то, потому что Brothers and Company мы сегодня смотрим, это человек, который буквально, наверное, изменил всю индустрию, заставив абсолютно каждого человека говорить о себе, сегодня мы всё это и посмотрим, рассмотрим, много всего ещё будет тут у нас, вот, поэтому давайте перейдём Arizona или PlayFenix, кстати, IP описание, да, это то, что нужно было сказать обязательно. Ролик называется «Новая версия Sample 04» выйдет в 2021 году, что нового, то есть у него постоянно вот эти вот видеоролики, и что самое примечательное, у него постоянно одна и та же превьюшка, то есть постоянно CJ, LJ, все прочие чуваки и вот GTA-шка, всё это, то есть все превью, которые у него есть по этой теме, и это постоянно собирает там какие-то, ну, по крайней мере, больше 10 тысяч просмотров, всегда я это собирала, давайте посмотрим. Всем салют, прошёл год с момента сливы информации одним из тестеров подручных Калькора на форуме Сампо, где он рассказывал о новых функциях, которые должны были быть в Сампо. Как же так вышло-то, а? И как все мы понимаем, 039, ещё даже 038 не вышло, куда там, 039-3. 25-го прям, в Википедию Сампо даже такое есть, а ещё какие там статьи вообще, то есть что там, о чём пишутся, типа, о букве С, может быть, можно нажать, гиперссылка приведёт нас на букву С, то есть С, это Сан-Андрес, там, я не знаю, Сан-Андрес, это город, я не знаю, какая может быть Википедия по GTA-сампо. То есть какая вообще, что там может быть написано? Но как только это начали обсуждать на западных форумах и дискорд-каналах, вкладка Википедии по Сампо пропала. Опять, то есть Калькор то там и возвращает её, то опять удаляет, пиздец. И вернулась она после её изменения. Слишком много интересных совпадений, не правда ли? Да, это вообще ужас. Поэтому я собрал всю информацию о том, что дальше будет в Википедии и готов рассказать вам всё по вашему жирному лайку. Чуваки, лайк под данный видеоролик и на Бразерсон Компании реакции будут выходить чаще. Нужно немного помочь братику с просмотром, потому что 13000 на такой хайповой теме, но это мало. С этим роликом было бы круто собрать, кстати, 2000 лайков и обязательно после просмотры в Википедии напишите, хотели бы вы все эти функции, которые будут в Википедии или же нет. Вот так же в комментарии напишите там. От меня сочный промокод BIG на Даймонд Руль. Да, 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 уже на Аризоне РП, ну всё понятно. В Википедии я работаю администратором. Работаю, ну конечно, уже на Аризоне РП работает обычным игроком, конечно, но там администратор долго проработал. Ужасно вообще. Ну-ка давай. От старинок Алькора давно ничего не слышно о новых версиях Сампа. Форум мультиплеера отключён и нет никакой возможности с ним связаться. И всем уже показалось, что вот... Ужас, так может ему на почту написать как Гейбу, который там с днём рождения поздравляет людей, может так же там он поздравит кого-нибудь с днём рождения. Я не знаю ещё что-нибудь сделает. Финальная точка, но 25 апреля, чуть больше месяца назад, на сайте Сампа происходит удивительное вещь. Да, что же происходит? Появляется вкладка на архивную версию Википедии с информацией про... Вот она вся Википедия, download, install, find a server, клиент. Я и говорил, что what is SAMP? Что же такое SAMP? Изработки SAMP сервера. Ага. Ну, казалось бы, добавил и добавил. Добавил и добавил. Реально. Но некоторым игрокам это показалось довольно подозрительным и они нашли что-то интересное. И они нашли. Что же они нашли? Офигеть. Где показано, что нынешняя версия SAMP не 0.37, как мы думали, а 0.4a. Офигеть. Возможно, подумали, как и я, что это, наверное, фейк. После я уже нашел дополненный скриншот, где написаны некоторые функции... Скриншот, то есть не на самом сайте он нашел, а не на скрин... Ну, я понял, ладно. Скриншот это тоже нормально. Офигеть. 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 Самп на 0.4а, типа не на 0.37, а 0.4. Это выглядит как что-то такое из будущего. Может быть, нет, может быть, я ошибаюсь. И вот эта вся информация лично меня заставила улыбнуться. Возможно, это действительно... Ну, хорошо, что, типа, было бы хуже, если бы ты плакал. Но эти совпадения... То есть, плакать не надо. Мы уже видели там, Брулёва, вот этих вот всех остальных людей, плакать не надо, это ужасно. Википедии, а после вернулись с самой старой информацией без даже версии 0.37, на которой мы сейчас играем. Ну ладно, и такое бывает. Доверить о том, что кто-то в спешке что-то стирал. Калькор, может быть, там, создатель ветки сам. Мы никогда не узнаем. Но есть ответы на вопросы, которые мы никогда не узнаем. И вот это один из них как раз-таки был ужасно. Это Википедия, помощник Калькора Дуги. Но вряд ли у него был... Дуги, да. Доги Коэн, ребят, покупайте. Шучу, не является инвестор рекомендацией. ...в доступ к сайту. Калькор довольно трепетно ко всем проектам относился, так что без его вмешательства это точно не было. Ну, скорее всего, Калькор, да, там... И затем недавно, пока я озвучил этот ролик, я немного приболел и узнал, что Калькор выпустил чуть более обновленную версию, где исправил критическую уязвимость. Ахуеть. Это значит, что Калькор все-таки не окончательно забросил сам. Значит, иногда он может что-то там исправлять, да, чтобы чисто в складке хостов ему еще деньги шли. Что вы думаете об этой ситуации в комментариях и обязательно расскажите об этом ролике своему другу. Разумеется, ребят, своему другу и скажите о моем видеоролике. Не забывайте, конечно, зайти на Даймонд Ролиплей. Не забывайте зайти на Аризона Ролиплей Феникс. Мой никнейм Данте Коннор, а также мой промокод NOTOXIC54, а также танцующие бабы, их нету у меня в видосе, но они будут на Аризона Ролиплей Феникс. Если вы туда зайдете, и там со всем этой информацией ознакомитесь. Танцующие бабы, танцующие женщины, танцующие дети, танцующие беременные дети. Может быть даже это не беременно в 16, но иногда бывает и такое. Поэтому всем спасибо, видос закончился. Сейчас пойдут две такие плашки и подписка на канал. Подпишитесь и посмотрите предыдущие реакции или видеоролики или еще что-то. Всем пока!